Добрый день! Бумага имеет свойство стареть, имеет свойство изнашиваться, а цифровые носители, они это исключают полностью. Тоже и коснулось архивов «Мойской правды», наконец-то, и мы этому очень рады. На самом деле «Мойской правде» исполняется в этом году аж целых сто лет. И мы поздравляем главного редактора Сергея с этой замечательной датой. Да, спасибо большое. Мне тоже очень приятно, что, наконец-то, эта идея, она обрела плоть, потому что давно уже это планировали, этим заняться. И очень я благодарен Марнили, потому что это не первая организация, к которой я обращался за помощью, но вот именно они сразу сходу поддержали этот проект, без всяких там каких-то дополнительных условий, без всего. Поддержали, потому что Андрей, наверное, не новый, да, оцифровывать какие-то старые проекты, старые вещи. Да, потому что у них хороший опыт, и именно вот мы начали взаимодействовать с тем, что я пришел к Андрею Чемышеву, известному эксперту по оцифровке именно вот печатных каких-то изданий, и он мне буквально вот за несколько минут все обо всем рассказал очень доступно и понятно. Расскажи нам тоже все очень доступно и понятно, как это все происходит. Хоть говорят, что вот как, вначале было слово, а в конце цифра, да, но это шутка. Да, вот сейчас все надо оцифровать, потому что не все могут воспользоваться вот этими подшивками, да, которые есть даже не во всех библиотеках. За них надо приехать. Да, это надо приехать, вот в нашей научной библиотеке Марни-Али, вот, например, подшивки газета «Марийская правда» есть только с 1947 года, то есть не все есть. А вот в 1921-го? Да, с 1921-го года, остальные надо искать в других библиотеках, библиотеке имени Чавайн и так далее. Да и вообще это намного облегчает работу, если, допустим, работаешь с документами, открыл ноутбук, залез там в архивы, и у тебя вся «Марийская правда» здесь. Да, да, можно всегда посмотреть, что было, например, там, 50 лет назад, 60 лет назад, что там писали. Что вот интересно было, 50-60 лет назад? 60 лет назад, 12 апреля, Юрий Гагарин полетел в космос. Да, и мы оцифровали уже первые номера, которые мы сделали. Это были номера от 14 и 15 апреля 61-го года, и открою вам небольшую тайну, мы сейчас делаем футболки с принтами первых полос «Марийской правды», а к 6-й делегию полета Гагарина. То есть вот экспериментальные варианты появятся, думаю, на этой неделе, и их обкатаем на людях, и уже, собственно, к годовщине полета, эти футболки уже, ну, едут у нас появятся. Можно будет их там купить или там каким-то образом еще получить. Футболки, правда, неплохие получились, да? Да, я видел дизайн. С удовольствием бы приобрел одну из них. В Новом году, договоримся? Вообще интересно, мы знаем, что, допустим, в Москве, да, творилось, когда Юрий Гагарин вернулся из космоса. Что было, интересно, здесь у нас, в Мориске? Ну, вот если там посмотришь, что там творилось у нас, у нас в полях останавливались все комбайны, все трактора, все автомобили, все люди собирались вот стихийно и централизованно, организованно, проходили митинги, митинги во всех населенных пунктах, во всех колхозах, во всех городах. И это освещалось, в Мориске, правда, освещалось 3-4 дня каждый день о полете Юрия Гагарина. То есть, вообще, в будущем будет возможность прочитать все статьи, которые выходили все три дня подряд после полета Гагарина. Да, 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 и все эти новостные, вот эти все сообщения можно почитать будет. Потрясающе, даже аж в мурашки побежали по коже, прямо такие события, которые переживали наши предки, получается. А можно ли будет, скажем так, узнать что-то о своих родственниках, например, да, которые тоже были почитаны? Ну, конечно, например, ты можешь потом, там же будет поисковик, там будет отдельный сайт, где вот они, Марийская правда сделает, там будет поисковая система полнотекста, поиск. Если, допустим, твоего там прадеда или прадеда, там звали, там, Иванов, Иван Иванович, ну, ты вобьешь и поищешь, что он там достиг в работе, там, что-то сделал, может... А где он нахулиганил? Да, может быть, в отрезвите попал. В отрезвите попал, сбил стекло. Это все там будет написано, да. Да, интересно, какая была газета Марийская правда, ну, допустим, там, не знаю, полвека назад, а какие там были рубрики? Там же были, я помню просто в советское время как-то, принято было товарищским судом осуждать, там, хулиганов, там, неправильное поведение. Там были какие-то колонки позор, там, прогулщик, например, или там, пьянство, убои. Это были больше в 30-е годы такие колонки, то есть там прогулщиков публиковали даже с фотографиями, и с подробными биографиями, то есть героям подчас столько внимания уделяли, как прогулщикам. Вот. А если, допустим, брать 50 лет назад, то это, ну, начало 70-х годов, это работа уже Карташов, главный редактор. Вот. А Карташов — это легендарный наш редактор, он, я считаю, что он был лучшим редактором «Марийская правда» за всё время, потому что при нём она очень сильно изменилась, она стала газеточитабельная, он изменил и верстку, и подачу материалов. Вы же стали читать, да? Маленькие рубрики, да, вот. То есть при нём произошла такая революция, и газету стало приятно читать. Когда я листал подшивки, а я себе подшивки прилистал «Марийской правды», то вот это было очень заметно, когда он пришёл и стал редактором, что газета сразу резко изменилась. И там действительно вот, ну, много интересных было находок этих журналистов, своих подачи материалов оригинальных, очень хорошие снимки. Вот. А то же, что стоит отметить, что вот... Он из Москвы пришёл? Карташов? Нет, он местный. У нас местный? Да, он местный. Да, то есть вот такое видение. Он родился в Мариэл, он здесь всю жизнь прожил. Закончил, может быть, какой-то вуз московский, нет? Нет, он работал в «Марийской правде», то есть он работал сначала там журналистом, потом заведующим, по-моему, какого-то отдела. И начинал в СИЗО, получается, и потихоньку шагал. И потом вот он в 65-м году, если не ошибаюсь, в 65-м, по-моему, да, он стал гамм-редактором и работал до 91-го года. А вот эти короткие рубрики, вот о чём они были? Какого содержания? Самое интересное, мне кажется, самый высокий вообще был в них, потому что, несмотря на то, что мало текста, было очень так, ну, много интересной, полезной информации. Ну, вот, Илья... О нашей республике, о людях, которые в них живут. Знаете, вот я вот посмотрел тоже, вот это он ввёл, там такие были интересные зарисовки, вот, о каких-то людях, то есть фотографии таксиста и буквально несколько строк, что Иван Иванович Петров работает таксистом, рабочие начинаются у него там в 5 утра, вот, заканчиваются. То есть несколько предложений, вроде бы ни о чём, но так легко всё же читается. Карташов, кстати, ввёл рубрику, она была в своё время очень популярная, каждую неделю там в Морисской правде публиковали на последней странице фамилии людей, которые вступили на этой неделе в брак. То есть там можно поискать своих родственников, да, то есть там каждую неделю писали там, кто с кем заключил брак. Это тоже, я думаю, что будет интересно найти своих, кого-то там родителей, может быть, там, или дедушку с бабушкой. Ну, для региональной газеты это очень хороший шаг, потому что мы жеваемся в своём котле, и нам интересно, что происходит в республике, сколько женатых людей появилось там, не знаю, на неделе и так далее, и так далее. Это здорово. Ну, это первый опыт вот этого, да, вот отцифровки наших русскоязычных, как бы, изданий, потому что мы, кстати, в Республике Мариал три года занимались то, что цифровали, отцифровывали, создавали корпус марийского языка, мы более 20 миллионов словопотреблений собрали. Вот, и более-менее такой, как бы, репрезентативный, как бы, корпус мы собрали. А вот если начинать цифровать русскоязычные издания, в том числе не только газеты, журналы, но еще и книги, да, переводы, книги, то тогда можно будет сделать какой-то региональный корпус русского языка, подкорпус такой, да, где можно было, допустим, проследить за сто лет, как менялся русский язык, допустим, в Мариал. Тоже он? Да, но он изменялся. Он менялся, и он еще имеет свою особенность, нежели там в другом регионе, например, в Тарстане или в Коми. Но обычно, если выезжает из региона, кто-то из наших всегда чувствует, чувствует жители других регионов наш акцент. Ну, да, это акцент, да. Не казанский, не кировский. А вот когда я работал пять лет в Сыктывкаре, мы когда делали электронный словарь русской коми и коми русский, и мы заметили очень много слов на русском языке, которых нету вот этих в словарях классических, московских. Допустим, института языка ИАРАН, там нету. Там слова, например, которые связаны с оленеводством или, допустим, с охотой, да, вот в тайге там. Цифровизация поможет понять, как изменялся, допустим, язык, да, тот же самый русский язык в течение датом. Да, региональная особенность русского языка, да, в республике Мариел. Ну, у нас же и не только «Марийская правда», есть еще районные газеты. Они тоже ведь издавались. Их тоже цифровать. Их бы тоже бы отцифровать. Какие газеты в советское время издавались в республике? А вот все газеты надо... Практически дожила только «Марийская правда» до лучших времен. Ну, газета «Мариел», она тоже женщина, она была «Мари-коммуна» просто называлась. Районки все существовали. Ну, названия, конечно, они многие изменили, потому что там были очень названия такие коммунистические. Но, по сути, все районки, которые сейчас есть, они все выходят из советской времени. «Марийская правда», вот такое тоже советское название. Она, ну, сейчас точно не скажу, но, возможно, она также и была «Марийская правда» в свое время. Но районки также были, да, представлены. То есть, печатные у нас органы были представлены хорошо. Да, да, у нас много было печатных изданий, конечно. И подписывались много на них. То есть, тираж «Марийской правды» доходил в свое время там до 78 тысяч газет. Это ежедневный тираж, она же была где-то ежедневная. Ну, понятно, что, да, время было другое. Но, тем не менее, показывает, что все-таки 78 тысяч людей, они получали каждый день газету. Вот в Москве есть такой национальный корпус русского языка, куда вот за такие, за большой промежуток времени там работали вот Институт русского языка имени Виноградова. Там компания «Яндекс» тоже участвовала в создании национального корпуса русского языка. И вот, а я вот не уверен, что региональные газеты, произведения региональных наших авторов, которые живут и работают в Республике Мариел и там в других регионах, что их произведения попали, их тексты попали в национальный корпус русского языка. Я имею в виду про тех, кто пишет на русском языке. Единицы только наших писателей, о которых знают... Да, скорее всего, они, которые были на слуху, а искусы писателей в регионах. Да, у нас единицы писателей, которые, да, они известны по России, а некоторые, их никто не знает. Это не значит, что они хуже пишут. Да, это не значит, что просто эта информация не распространена, поэтому я считаю, что надо цифровать не только газеты и журналы, которые издавались за все время, да, в Республике Мариел, но и произведения на русском языке всех наших местных авторов. Это первое, все, что они издавали, все свои стихотворения, повести, романы, рассказы. Плюс надо... Вот у нас всех классиков и других вот всех известных писателей раньше в советское время все переводили на русский язык. И вот эти переводы... Они остались? Они переводы, да, остались. Некоторые переводы, конечно, вызывают вопросы насчет качества перевода, да, но некоторые идеальные там сделаны. Там участвовали такие легенды, да, переводчики, как Сергей Поделков. Вот. А некоторые авторы свои произведения переводили сами, например, Зинаида Федоровна Коткова. А на свои романы, например, «Куш, ты улад, пела им», «Где ж ты, мое счастье», переводила все сама. Очень интересно, кстати. Я считаю, что это самый, наверное, лучший вариант, самый отдельный вариант, когда автор переводит сам себя, потому что он знает, как должен слушаться на языке. Да, да, да. И я думаю, что вот надо бы тоже создавать какой-то свой корпус русского языка, наш региональный. Это очень хорошая идея. Кану и поэзию. Ну, а это возможно вообще? Это возможно, это возможно. Просто этим должен кто-то заниматься всего лишь, да, для этого... То есть финансово и это вложение? Ну, это финансово, это потом, для того, чтобы что-то делать, нужен сначала хотя бы один человек, который это дело начнет делать. Который загорится идеей. Да, да, да. Который этот флаг там понесет. А дальше уже под это дело можно искать и финансирование, и так далее. Вообще это очень важно, потому что именно по тем произведениям, которые были, допустим, полвека назад, по статьям в газетах, можно понять вообще, какой был быт в республике, какой был человек, чем они жили, и сравнивать с теми нашими современниками, которые живут сейчас. Потому что раскрывая, допустим, многие статьи в газетах, видишь, что там о простом человеке очень много написано. И газета или книга посвящена простому человеку. То есть ни какому-то жителю Рублевки, который живет там во дворце, ни какому-то успешному московскому менеджеру, который в любом фильме, там, не знаю, кассовом заходит свой двухуровневый, там, не знаю, коттедж и так далее, и так далее. Там просто простой человек, и эти люди просто куда-то делись. Но, по крайней мере, они остались в этих статьях, и мы знаем, как им жилось и какие они были. Ну, более того, вот я вам скажу, Илья, что газеты 20-х годов наши напоминают больше соцсети, потому что тогда была очень широкая сетка рабкоров, селекоров. Это, по сути, активные какие-то люди, которые жили где-то там в дорогих селах, они писали обо всем своей жизни. То есть газеты в основном даже особо там не было такого мнения, как факт-чекинг, вот, то есть факты особо не проверяются. Поэтому вот берешь газету, там вот была рубрика, и там кто с кем пил, кто там что-то по работе, какие-то упущения. То есть все очень детально, четко рассказывалось. Это вот, ну, правда, как в соцсети. Но тут еще вот есть один такой нюанс, что, допустим, когда мы говорим о цифровизации, надо не забывать, что газета – это бумага. Она имеет свойство за временем рассыпаться. Вот, допустим, если взять наш архив газет, ну, у нас он постарее, чем в Марни-Или, у нас где-то в редакции газеты хранятся с 30-го года, еще когда газета называлась «Марийская деревня». Вот. «Марийская деревня», а издавалась в Вишкарале. А смотрите, на самом-то деле «Марийская правда» появилась в названии в 31-м году, но мы ведем отчет от газеты «Известия областного совета». Если бы коротко, просто мы назвали «Известия». Она выходила под тем названием примерно с 28 августа 21-го года по 22-й год, потом несколько лет выходила под названием «Глосс Мари», потом уже была «Марийская деревня», и с 31-го года была уже «Марийская правда». Почему деревня, интересно? «Марийская деревня?» Ну, не знаю, так много. В городе издается «Марийская деревня». Ворог деревни были. Да и город – это большая деревня, по сути. А первый номер, самый первый номер, что можете о нем рассказать? Ну, самый первый номер, который вышел 28 августа 21-го года, он долгое время считался утерянным, и у нас сохранились только перепечатки текстов к 50-летию «Марийской правды». Сотрудник ездил в Москву, и там в одной из партийных библиотек нашел этот номер где-то, и перепечатал его на напишущей машинке. Вот у нас только это хранилось. Но буквально вот где-то месяц назад удалось найти его в целости и сохранности в российской государственной библиотеке. Вот мы с ними связались, они нам прислали скан. Мы обязательно, конечно, выпустим репринт этого первого номера. Вот. И также мы оттуда получили первый номер газеты «Голос Мари», который тоже считался утерянным, его нет, у нас в Вече Чеване тоже нет ничего. Вот. То есть, на самом-то деле, это уже второй такой этап нашей работы. То есть, изначально мы сейчас сканируем все, что есть у нас здесь, а потом уже будем добирать в других местах то, что не сохранилось в самой республике. Вот такая работа. Но это работа, на самом деле, долгая, но она, я считаю, того стоит. Интересная у вас работа, и вы работаете в печатном издании, как вы думаете, вот когда-нибудь, лет через 10, будут вообще газеты существовать? Или все будет в цифровом виде? То есть, газета будет, ну, электронная, по сути дела. Ну, знаете, вот, пластинки же не до сих пор существуют. Да? И, по сути, вот, те же самые Битлз. Ну, Битлз, наверное, слушают все, и молодежь даже слышали хотя бы раз. Но, наверное, мало людей слышали Битлз на винил-пластинках. Ну, я имею в виду молодых людей. Вот. Поэтому то же самое из газеты. То есть, мы просто, по сути, меняем формат. Понятно, что, вот, я думаю, что пока мы с вами живы, будут люди, которые будут предпочитать именно бумажный вариант. И она будет всегда выходить в бумажном виде, конечно, да. Но, тем не менее, время идет, и все больше и больше людей, которые предпочитают смотреть, читать газеты в смартфоне там, или на экране, на мониторе компьютера, мы для них делаем сетевую версию. Ну, хорошее сравнение с винилом. В винил ушел такой элитный формат. Потому что было время, когда в 90-е у нас выкидывали винил на помойку, а сейчас этот винил стоит, там, от 2,5 тысяч рублей, грубо говоря, пластинка там, и до бесконечности, может, за 50 тысяч мне рассказывали друзья, купили пластинку, поставили, и они наслаждаются этой музыкой, ставят, прямо не дышат. То есть это какое-то увлечение, ну, элитное увлечение богатых людей. Вот возможно ли, чтобы газеты перейдут тоже в такое увлечение людей с деньгами? Ну, знаете, я думаю, что первый номер газеты «Марийская правда» это тоже, в общем, это экземпляр для людей с деньгами. То есть, именно там будет листать на смартфоне электронные версии, а те, кто побогаче, раскроют газеты и будут читать. Конечно, конечно, да, это уже такие ракетные издания, вот это для коллекционеров и ценителей. А так, ну, еще тем более ведь подшипки, они рвутся, они старые, поэтому, а помимо того, что мы сейчас их цифруем, потом мы все равно будем еще их и восстанавливать. Вот, и они будут по качеству лучше, возможно, чем сейчас оригиналы, которые хранятся. Так что тут тоже, ну, есть свои какие-то преимущества. Плюс еще не забывайте, что, опять же, ну, и прогресс-то идет вперед. Вот мы же, наверное, видели, есть сейчас такой вот редактор, где оживляют фотографии. Потом откроете «Марийскую правду», там вот старые номера у нас на сайте, а там тракторы ходят, Сталин сами шевелит. Все будет, да, очень интересно. А еще интересно было бы посмотреть на какие-то определенные знаковые события в истории страны, которые случались. Что об этом писалось в «Марийской правде»? Например, тот же самый там ГКЧП, да, ПУЧ, или, не знаю, там, отставка первого президента СССР, и так далее, и так далее. Ведь какое-то мнение же было у газеты. Что-то это напечатало. Ну, на самом деле, газета — это вообще часть нашей истории, и она как раз хранит вот эти документы эпохи, которые в то время выходили. Да, вот сейчас вот смотришь, там, конечно, интересно, и когда было ГКЧП, то есть там был указ о ситуации в стране, там было написано, что присылал «Марийал». Потом ГКЧП, собственно, уже, когда ушло, пришла уже демократическая власть, сменилась газета, то есть как раз Катышева убрали после этого. С советского периода, да? Нет, он подержал просто ГКЧП, потому что была газета все-таки обкома партии. И, соответственно, когда пришла новая власть демократическая, то, ну, соответственно, он ушел с поста. Вот такие вот у нас интересные движения политические происходили в «Марийской правде». Да, здорово. А какие документы, Андрей, вы бы, вот, в первую очередь, увековечили в цифре? Ну, вообще... Какие нуждаются в этом? Ну, вот я занимаюсь в основном «Марийскими» там все, да, изданиями. Сначала я... С «Марийскоязычными». Да, «Марийскими» я сначала составил, это как список. Ну, как я составил? Я посмотрел там в библиотеке Мичевайна. Ну, посмотрел, минимум надо оцифровать 30 тысяч, да, единиц. Пока у меня оцифровано только 5 тысяч. То есть работа... А сколько это быстро делается все? Работы еще много. Початый край. Да, да, да. У меня есть такой товарищ, в Тремся, в Арктическом университете. Он занимает должность второго профессора. Почему второй профессор? Потому что он не преподает, научными исследованиями только занимается. Вот он говорил всегда, вот мне, говорит, сейчас 50 лет, а планов у меня еще, говорит, на 100 лет. На 100 лет планы. Вот поэтому... А так, если все делать, это, конечно, много. Мы в основном занимались последние 3 года, вот, оцифровывали. Параллельно оцифровывали, распознавали, тексты делали. А вот, скажем так, вот на уровне России много ли печатных изданий позволили себе цифровой архив? Я думаю, что мало. Есть информация? Я когда искал, чтобы получить какой-то опыт, честно говоря, я вообще не нашел у нас в России, вот, то, что можно было на что ориентироваться. Нет, таким не занимаются. Это же такие вот Масадонт, как труд, известие. Они, даже если у них они есть, я думаю, что они все-таки где-то оцифровали, но они их в общий доступ не выставляют. Нашел я архив британских газет, хороший, грамотно сделан, вот мне он как раз тоже понравился. Но там опять три страницы посмотришь, а потом уже надо подписываться. Вот, у нас, я думаю, что это будет в открытом доступе. Вообще интересно, вы оцифруете все газеты, все к ним получат доступ, и будет виден уровень, например, мастерства журналистов того времени и современный уровень. Как вы думаете, это повлияет на качество работы современных журналистов в «Марийской правде», чтобы они, ну, держали марку, так сказать? Читая всех предшественников. Дело в том, что вот у старых газет, у них свой шарм есть определенный. Вот когда открываешь подшивки, ты, в общем-то, залипаешь, а вроде хотел там пять минут посмотреть, а ну, в итоге час куда-то делся у тебя. Поэтому, конечно, да, ну, мы, во-первых, это нам позволит, нашим журналистам, глубже окунаться в историю и, допустим, писать не только в сегодняшнем дне, но и быстро находить что-то в архивах и давать ссылки на какие-то публикации прошлых лет. То есть, разумеется, это позволит нам, я надеюсь, обогатить наши материалы нынешние. Ну и вот, скажем, под тем же фотографиями, конечно, фотографии, да, были вот, особенно вот если брать годы так 60-е, 70-е, там, они были на очень высоком художественном уровне в газете. И вообще можно ввести рубрику, допустим, «Этот день в истории», да, такую популярную рубрику и прямо давать статьи, которые в этот день выходили несколько лет назад. Да, мы такое сейчас делаем, периодически делали, вот уже на протяжении двух последних лет, у нас такая рубрика есть в интернете, а мы ее ведем. Вот, а тут, когда это все будет в архиве, тут каждый может сам каждый день там смотреть, что писали 50 лет назад, там, или 100 лет назад. Слушай, я поздравляю еще раз вас со столетием, Андрею, огромное спасибо за его труд, за то, что он делает хорошее, большое дело, увековечивает историю нашей республики. Напоминаю всем, что в нашей студии были главный редактор газеты «Марийская правда», а также научный сотрудник Сергей Дружинин, а также научный сотрудник Марния Али, Андрей Чемышев, у микрофона был Илья Аканова, спасибо, что пришли. Спасибо, до свидания. До свидания. Всего доброго. Продолжение следует.